Боевая ничья. В минувшую субботу футбольный клуб «Текстильщик» провел очередной, седьмой по счету, матч в первенстве России по футболу «Олимп ФНЛ». В Ярославле красно-черные на правах хозяев поля встретились с местным шинником. Играть пришлось с непростым соперником в непростых условиях. Весь день и за день до этого лил дождь. Было поле очень тяжелое, очень мокрое. Многие пацаны подскальзывались. Это было видно даже по картинке, по игре. Но что всем было тяжело больше из-за поля. А так провели хорошую достойную игру. Как минимум на равных играли. Первый тайм прошел в непрерывной борьбе. Игроки шинника не раз угрожали нашим воротам. Но голкипер красно-черных выручал команду. Счет в матче открыли ярославцы с пенальти. Но преимущества гости встречи надолго удержать не сумели. На 44-й минуте гол в ворота шинника забил нападающий красно-черных Александр Радченко. Этот мяч стал последним забитым в игре. Во втором тайме ни одной из команд не удалось изменить ситуацию на табло. Итог встречи 1-1. Текстильщику удалось на равных выступить с клубом, уверенно занимающим средние позиции в турнире ФНЛ. В целом поблагодарили ребят за самоотдачу. Много не получалось. Много брака было у нас. Опять же говорю, моментами вроде неплохой футбол показывали. Но в целом сегодня, особенно в первом тайме, я считаю, очень много ошибались в простых ситуациях. Волнение это было или еще что-то. Сложно сказать. Но так в целом. Первый тайм шинник нас переиграл однозначно. Второй тайм прошел, я считаю, на равных таких курсах. Ну и естественно, мы довольны. Мы довольны сегодняшней ничьей. Все тут в гости справедливости ради. Мы ничьей довольны. Сейчас после семи игр у текстильщика пять очков и семнадцатое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках турнира «Олимп первенства России ФНЛ» пройдет 14 августа в 17.30 в Москве. Соперником красно-черных на этот раз станет футбольный клуб «Спартак-2». Нам хорошо знакомая команда. Они с нами играли в зоне. Очень хорошая молодая команда. Все игроки очень техничные, быстрые, обученные. То есть будет очень непростой матч. Нужна поддержка зрителей? Ну, конечно, само собой. Зрители. Зрители всегда помогают. При зрителях играть всегда лучше, интересней. Поддержка несет вперед. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.